Пап, а нам точно можно было брать украшения с городской ёлки? Конечно. Ну не может ёлка выглядеть красивее, чем сам город. Правильно? И потом, у нас на центральной площади здание одно недостроенное, а с другой стороны будет недоукрашенная ёлка. Гармония! Так, ладно, давай, малой, иди украшай ёлку, а я пока тут старый год проведу. Тише, а почистишь мандаринку, помой её. Дай ещё раз. Пусть и рук останутся бактерии. Или подожди меня, я сейчас приду, включу кварцевую лампу. Сосед, ты что, чихнул дома и тебя выгнали? Да нет, хочу вот сыну сюрприз делать, подарочек запаковать. О, прикольно. О, слышь, а дай мне тоже бумагу. Да, пожалуйста. Тоже будете подарок запаковывать? Ты чё, бумага это и есть подарок. Хочешь кораблик делай, хочешь самолётик. Надоел самолётик, раз пилотку сделал. Три в одном. Бомба. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне нужна 148-я квартира. Вы с неё? Нет, 147-я. А может быть вы? А вы что, за кабельное собираете? Да. За мусор? Ммм. Из ЖЭКа? Ммм. Тогда из какой вы, происподни? У меня доставка подарков. Всё оплачено, просто нужно расписаться. А, так я совсем забыл. Это ж я со 146-й квартир. Да. Так, вот так, пожалуйста. Всё. До свидания. Нормально. Вот, Лёшке фартануло-то, а? Сразу два подарка. Нифига себе. Класс. Осталось только вот украшения ещё взять. О! Так, это кто тут электричество мне кошмарит, а? Это, это, мужик какой-то тут пробегал вниз, убежал. Я его, это... О, подарки уже привезли. Отлично. Офигеть. Лёшке не фартануло. Ушло два подарка. Так, вот она, машинка на радиоуправлении. Офига себе. Прикольно. Так. А во втором подарке что? Тоже машинка на радиоуправлении. А нафига тебе две машинки? Одна для сына, а вторая для меня. Будет мне возить пиво от холодильника. Я там первую неделю после Нового года ходить вообще не собираюсь. Вы знаете, в этих машинках очень много вредного пластика. Да. То ли дело мой деревянный конструктор. Экологически чистый, из натурального дерева. Да? Да. А жена у тебя тоже настоящая или из экологически чистого дерева? Смешно. Слышишь, сосед, а вот это ты новые игрушки подаришь, а старые куда денешь? Ну куда? Ну в детский дом, наверное, отвезу. Тьфу! Зачем тебе так далеко ехать? Вот сюда, в эту квартиру, забрасывай, всё. Да нет, ну ты чё, мы ж сиротом помогаем. Сиротом? Да. Не, ну на это я ещё пойти не могу. Хотя ты знаешь, я вот когда Новый год отмечать начинаю, у меня Малой бывает до двух недель без отца растёт. Бедный Малый. Так. О, вот и наша красавица. Пап, а Дедушка Мороз точно поймёт, что это ёлка и положит под неё подарки? Конечно поймёт, это ж ёлка-конструктор. Вот сейчас иголочки. Я думаю, что Дед Мороз к такой ёлке даже в химзащите не подойдёт. Ой, да много вы понимаете, классная штука. Слушай, а не проще новую купить? Новую любой дурак купит. А вот чтоб из этой ёлку сделать, тут инженерное образование надо. Так. Слушай, Малой. Наверное, забирай бутылочку. Это всё-таки как-никак твоё приданное. Иди, а я тут сам разберусь уже. Блин, пап. Чё? Я уже устал ходить с тобой по этому подъезду, блин, в этом дебильном костюме. Послушай. Во-первых, Дед Мороз не может дарить детям подарки без Снегурочки. Во-вторых, запомни, дети должны рассказывать тебе стихи, а не ты им на табуретке. Ты уже все табуретки в подъезде переломал. Так, что у нас в 156? Иди сюда. Вообще капец. Хорош. Папа, папа, я не могу почистить мандаринку. Не можешь почистить, ничего страшного. Выпей витаминку. Там витаминов-то ещё больше, чем в мандаринке. Ага. Только руки помой перед этим. Слушай, а не слишком он легко одет, как для квартиры? Думаете, да? Тише, одень ещё две шапочки. Да, вы знаете, правда, в квартире всего плюс 20. Да, холодрыга. Это ещё тёплый пол включён? Дубарь, дубарь. А у меня система «Тёплый папа». Это как? А я, когда сильно напьюсь, я могу перегаром до двух комнат обогреть. Серьёзно. Выключи дуйку. Папа, у меня планшет сел. Только потому что заряжать его надо было. Я тебе говорил, всё, теперь будешь без мультиков на Новый год. Да ладно, Лёвка, не переживай. Можешь пойти к нам, у нас там на балконе клей есть. Вот его понюхаешь, можно мультики без планшета смотреть. Дурак, что ли, советуешь такое? Не надо нам клея. Давай, иди, одевайся, а скоро пойдём петарды взрывать. Клёво. Петарды? Да вы с ума сойти, они же опасны. От одного громкого шума у ребёнка может шок случиться. Потом к психиатру водить. Ну твоему-то ничего не грозит, он же в четырёх шапках. Петарды – это фигня. Девятнадцатый век. Вот ковёр и выбивалка. Вот это тема. Я иногда могу так громко хлопать, что у всех машин во дворе сигнализация срабатывает. Красава. Да. Пап, мама спрашивает, ты продукты купил, что мы будем на Новый год есть? Сейчас, секунду, Лёшка. Слышишь, сосед, а у тебя в этом году какое меню новогоднее? Куча всякого. Бутеры с икрой, оливьешка, винегрет, холодец, кутя там будет тоже. Короче, ну утка, конечно, курица. Для меня индюшка. И что, это всё в холодильнике у тебя? Не, не поместилось. На балконе положил. Слышал? Так что бери страховку, каску и вперёд. Девятый этаж всё-таки. Пап. Да. Мы же с тобой детишек шли поздравлять. Да. А почему ты пил на кухне с родителями? Понимаешь, сынок? Новый год, это такой праздник. Такой праздник, когда что-то синее танцует вокруг чего-то зелёного. Это хорошо, что я в этом году не заказывал Деда Мороза и Снегурочку. А я вот пытался заказать. Ни одного Деда Мороза не нашёл, чтобы все приливки были. Чтобы ПЦЖ, чтобы корь, краснуха, ветрянка, чтобы всё было проколто. Ни одной Снегурочки со справкой от венеролога. Жесть, жесть. Пап, там на улице. Пап, 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 что, 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 что включите? Подождите, подождите, по одному. Давай, говори. Там на улице Дедушка Мороз за Снегурочкой гнался. Это что значит? Они нам уже подарочки принесли? Про ныра какой сообразительный. Да. Вот, держи. Твой подарок. С Новым Годом, сынок. Тишенька. А вот Дедушка Мороз пришёл, тебе подарочек тоже принёс. Держи. Ура, спасибо. Только перед тем, как будешь открывать, ручки помой. И перед тем, как играть будешь, ручки помой. И поиграешь, потом сложишь, и ручки помой. Да хорош уже. Пап, а мне Дедушка Мороз что-то оставил? А, да, конечно. Вот, смотри. Бумага. Хочешь самолётик делай, хочешь кораблик, хочешь пилотку. Вот, поздравляю. Бумажка и всё. Ну, чёрт. Да шутит твой папка. Вот, это твой подарок. Ух ты, спасибо. Вставай, вставай. Машинка. Машинка. Сосед, это как бы я, ну, просто... Да ладно, не парься. Будешь мне носить пиво от холодильника. О! Это я могу, тут я профессионал. Ну чё, ребятки, а теперь пойдём взрывать салюты? Погнали! Давай, салюты! Чё, наряжаешь уже? Помочь? Ну, а я жду, когда ты уже начнёшь помогать. Мам, привет! Ой, Лёшка идёт. Только помогать начал. Чё там? Лёшенька, смотри, какой папа нам красавицу купил. Да, не ёлка, а принцесса, как твоя мама. А если она такая красивая, зачем вы её наряжаете? Ну... Как зачем? Ну, чтобы она была ещё красивее. Ну да, твоя мама-то тоже красивая, но она ж докрашивается, там чё-то докручивается. Из-за этого мы опаздываем везде, да. Кто бы говорил. А чё? А ты вот, можно подумать, идеал у нас. Да, причём идеал при заводских настройках. Всегда готов к выходу. Прическа, глаза, огонь, побрит, красавчик. Ну... Твои заводские настройки ещё докручивать и допиливать. Вот Лёшка уснёт, тогда и докручишь, и допилишь. Мам, а зачем на Новый год ёлку в доме ставят? Ну, как зачем? Ну, ёлка, это же символ Нового года. Люди её наряжают, а потом отмечают праздник. Я где-то читал, что так язычники делали, чтобы задобрить дух леса. Мы что, язычники? Ээээ... Язычники? Слушай, он как начал ходить в эту модную школу, он начал задавать какие-то странные вопросы. Там их хотя бы учат думать. Их там учат родителей задалбывать. Лёшенька, ну, никакие мы не язычники. Мы обычные люди, которые наряжают ёлку. Чё, папа язычник? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тут написано, что мёртвое дерево в доме – это нехорошо. Оно забирает энергию. Но мы же ёлку поставили в ведро, а значит, какое-то время она ещё будет живая. Живая? Мама, мы на биологии проходили. Если дерево отрубить корни, то оно расти не будет. Ведро не поможет. Тут пишут, что мёртвое дерево может создавать негативные вибрации. Вот, видишь, папа уже нервничает и психует. У папы просто был тяжёлый день. Тяжёлый год. Скоро папа выпьет своё лекарство. Скорее бы. И сразу станет веселее. Да, хотелось бы. А сколько ёлка стоит? Ёлка стоит 500 гривен. Ты столько в жизни не зарабатывал. То есть мы на эти деньги могли бы сходить... В туалет мы могли сходить. Что ты купишь сейчас на 500 гривен? Ну а что? Я просто представил, если бы ёлки праздновали Новый год. Они бы тоже убивали человека, ставили посередине леса и украшали шариками. Ё-моё. Мам, а мы на Новый год кому-то в гости пойдём? Ну, конечно, пойдём. Пойдём. Дядя Коля, пойдём. А у него будет ёлка? У него будет самая красивая ёлка в городе. Красивее, чем городская. То есть мы могли себе ёлку не покупать? Ну почему? Слушай, Лёша, ну, хорошо, вот, допустим, а придут к нам гости, увидят, что у нас ёлки нет, им что, уходить что ли? Ну как они придут, если мы в это время в гостях будем? Хорошо, а если, вот, допустим... Ты знаешь что, лучше с ним в дискуссию не вступай. Он недавно география убедил, что земля плоская. Меня в школу вызывали. Ты опасный парень. А где звезда? О, давай звезду поставлю. О! Мам, а зачем наверху ёлки звезду вешают? Это очень давняя традиция. Люди отмечали Рождество. Когда родился Сын Божий, загорелась Вифлеемская звезда. Да, но Вифлеемская звезда восьмиконечная, а у вас советская пятиконечная. Зачем мы ему купили этот воншет? Зачем? А я тебе могу напомнить. Ребёнок к тебе подошёл и говорит, папа, откуда дети берутся? А ты ему что? А я ему что? Что? На, погугли. И что, нагуглил? Ну, я уже знаю, откуда дети берутся. Смотри, дети берутся. Так, не надо. Я в курсе. Короче, так, какая звезда была в кладовке, такую и повесили. Всё. Пап, а тебя за эту звездочку не посадят? Это же коммунистическая звезда. Маруся, слушай, может, давай его обратно в эту общеобразовательную школу переведём? Слушай, после той школы он задавал лишь вопросы про булочки и про деньги, про деньги на булочки. Лёшенька, а ты, может, сходи в компьютер, поиграй, а? Нет, мама. Папа говорит, что от компьютерных игр люди тупеют. Тебе бы сейчас не помешало. Ну, может, на улицу тогда сходи. На улицу. Да, иди покатайся на санках. Пап, снега на улице нет. Меня в твоём возрасте это не останавливало. Не хочешь на санках, пожалуйста, давай, помогай нам ёлку наряжать. Ну, давай эту вату тащи, сейчас будем снежок делать. А зачем делать снежок из ваты? Ну, как, ну... Ну, как, ну, а вдруг на праздник снега не будет? А мы домой приходим, под ёлочку заглянули, а там снежок. Ну, да. Тут пишут, что обычно из-за этого снежка пожары и начинаются. Окей, не будет у нас снежка. Пускай у нас будет только дождик. Мам, папа уже выпил? Чё? Нет, сынок, вон та блестящая штука называется дождик. Тащи сюда. А зачем на ёлку вешать дождик? Ну, традиция такая. Может, поэтому на каждый Новый год идёт дождь? Да. Лёшка, иди сюда. На, повесь этот шарик, только очень аккуратно. Этот шарик ещё и с детства твоей бабушки. Так, может, тогда папа их повесит? Э, нет. Если ты его разобьёшь, тебе ничего не будет. А если папа этот шарик разобьёт, то он точно получит по шарикам. И всё-таки, для чего нам ёлка? Ну, хотя бы для того, чтобы Дед Мороз прилетел и положил под неё подарки. Хм, Дед Мороз. А как он сюда прилетит, если он запрещен в Украине? Ну, на сайте ж миротворец его нету. Значит, это можно. А вот ты не мог ответить ребёнку что-то более адекватное? Что? Что он летает через Минск? Пап, а почему сани Деда Мороза запряжены оленями? Ну, сынок, я тебе, как опытный водитель, скажу, что сейчас не только сани Деда Мороза, сейчас половина машин запряжены оленями. Сидят в машинах, рога мешают повернуть голову в зеркало посмотреть. Копыта не дают, поворотники включать. А рядом сидят оленихи в шубах и мешают. На дороге сейчас вообще лучше не выезжать. Пап, а Дед Мороз развозит подарки детям по всему миру? Ну да, конечно. А как он проходит таможню? Ну, он же волшебник, ему не обязательно подарки растамаживать. Да. Как Дедя Коля? Нет, сыночек, Дедя Коля делает это не совсем законно. Так, может, познакомим его с Дедом Морозом? Какой смысл? Всё равно Дед Мороз не справится с такими объёмами, как у Деди Коли. Дед Мороз-то делает это раз в год, а Дядя Коля минимум три раза в месяц фуру загоняет. Так что тут волшебники надо посерьёзнее, чем Дед Мороз. А что мне Дед Мороз подарит? Ну... Наверное, то, что ты в письме писал. Да. Может, конструктор? Не знаю. Мы же не знаем, мы же не Дед Мороза. Не знаю. А я успею изменить заказ? Почему изменить? А зачем это? А что случилось? Ну, я просто в шкафу конструктор нашёл. Я тебе говорил? Я тебе говорил, давай в кладовку. А ты в шкаф, в шкаф. Блин, что я теперь делать ему? Расчёску свою подарил, что ли? А почему подарки кладут под ёлку? Очень просто. Ну, вот смотри, папочка наш утром проснётся, глазки откроет, а там, опа, сразу подарочки. Ну, да, это удобно. Ну, я-то под ёлкой не сплю. Я тоже в твоём возрасте об этом не думал. Но с возрастом взгляды меняются. Так что, считай, мы тебя готовим к взрослой жизни. Так. А правда, говорят, как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Это правда. Конечно, правда. То есть, папа весь год будет пьяным и смотреть телевизор? Папа, весь год, я чувствую, будет ходить вот с такой вот головой от твоих вот вопросиков. Слушай, может, мы его бабушке на Новый год отвезём? Мама просила больше его не привозить. Почему? Ну, помнишь, после того случая на Пасху, когда он батюшку от церкви отговорил. Ладно. Я попробую узнать, как можно вернуться в обычную школу. Спасибо большое. Тут пишут, что следующий год – год золотой крысы. Вот у нас страна. Как не свиньи, так крысы. Как не крысы, так свиньи. Чёрт его дери. Пишут, что на столе должно быть то, что любит крыса. А что любит крыса? А ты бабушке позвони и сам у неё спроси, что она любит. Так, Лёшенька, папа шутит. Давай я тебе расскажу. Значит, слушай, крыса любит... ...лазить по мусоркам и жить в подвале. Родители, извините, но я с вами так Новый год проводить не буду. Как? Лёшка, ну что ты, ну не сгущай краски. Но ведь скоро праздник. Это такой волшебный праздник. Можно загадать любое желание, и оно обязательно сбудется. Нет, это неправда. Вон папа каждый год одно и то же желание загадывает. Но бабушка всё равно приезжает. Это правда. Мам, а кто придумал салат Оливье? Француз, французский повар, Люсьен Оливье. Папа. Ой, а где наш папа? Папа, я тебя вижу. Чёрт, я же так классно спрятался. Ну что? Оливье, это же французское блюдо. Ну? Почему тогда французы на Новый год его не едят, а мы едим? И вообще, этот французский повар знал, что он смешал в одном салате несовместимые продукты. Вообще-то под алкоголь они очень даже совместимые. Понятно? Пап, а зачем вы каждый год смотрите обращения президента? Вы же его всё равно не слушаете. Ну, пока мы наливаем, он там говорит, какой был сложный год, и какой следующий будет ещё более сложный. А если он скажет, что следующий год будет хорошим? Значит, это не наш президент. Сто пудов. Мам, а почему на Новый год такие большие очереди в супермаркетах? Ну, люди закупаются на Новый год. Люди тарятся. На весь год? Нет, только на праздник. А почему тогда еды берут, как на год вперёд? Просто люди думают, что если год будет плохим, то они хотя бы на праздники наедятся. Весело. А во Скандинавии на Новый год принято хрюкать по столам, чтобы отогнать от семьи нечисть, болезни и ненастья. О, а я и не знала, что наш папка-то родом из Скандинавии. Да нет, вообще-то если бы я был из Скандинавии, то я бы отогнал всю нечисть. А так твоя бабушка всё равно каждый год возвращается. О, легка на помине. Заходи. А. Привет, соседи. Здорово. Я у вас вчера щепотку соли брал. Ну. Верну с процентами. О, да не надо было, чё там. Спасибо. А вы ёлку наряжаете, да? Ну да. А я вот Новый год не праздную. Чё? Считаю его языческим праздником. И мёртвое дерево, оно создаёт негативные вибрации. Вата может загореться, а за звезду вас могут посадить. Маруся, а ты случайно с нашим соседом? Егор, даже не думай. Нет, нет. Просто Евгений Валерьевич помогает Лёшеньке учёбу подтянуть. А, так это ты его наузкиваешь на эту фигню. Ну-ка иди сюда, сосед. Сейчас я тебе эту соль... Дай куда-то звуку. Стой! Эй! Пап, ну мы идём? Подожди, сынок. Ещё пять женских минут. А это сколько? О, сынок, этого никто не знает, сколько это. Вик, ты скоро там? Сейчас брови докрашу. А это значит скоро? Это по-прежнему пять женских минут. Вика, я гараж быстрее покрасил, чем ты брови. Ну? Как тебе моё платье? А? Ты сейчас издеваешься, что ли? Что? Ты же это платье первое надела. Сказала, что оно тебя полнит. Следующее тебя стесняло в движениях. Потом следующее было не в цвет. Так что, полнит? Пойти переодеть? Не надо, не надо. Не надо. Ты очень классно выглядишь в этом платье. Супер. А ты что одел? Показывай. Рубашку. Ну, показывай какую. Да обычную рубашку. Показывай, говорю. А, кошмар. Вот, пожалуйста. Нет, Саша, ты в это не поедешь. Почему? Потому что ты поедешь в золотистой рубашке. Потому что мы едем праздновать Новый год с жёлтой собакой. Такое ощущение, что мы во дворе с собаками Новый год будем отмечать. Подожди, стоп. А откуда у меня золотистая рубашка? Точно, у тебя такой нет. А, жёлтое что-то есть? Есть. Ну? Пятно на майке от пива. Ладно, едь в этой. Всё, отлично. Всё, обувайся. Сейчас. Саша! А, что? Ну, что это такое? Почему у тебя дырка вон на носке? Да ничего страшного. Я пальцем так прижму, да и всё, не видно будет. Что, снимай, я сейчас зашью. Где мои нитки? Да не надо ничего зашивать, не надо. Я Новый одену, господи. Новый одену? Да, Новый одену. Так, эти дырявые. Ты дырявые. О, почти новый. Сверху одену, там не видно будет. О! Саша! Что? Ты не пойдёшь в разных носках. Какая разница, они оба чёрные, ну? Ну, они разные. Это только ты знаешь, что они разные. Ай, ладно. Сейчас, сейчас, сейчас. О, Гошенки звонят. Алло, да, Жек. Да, Жек, привет. Да, да, вот сейчас едем к тебе. Вышли уже, в такси садимся. А ну, Лёш, давай это, машинку сделай. Да, 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 на Деула нас едем, ага. Да, 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 всё, давай, пока, ждите. Всё, Лёш, заглохни. Блин. Что, что? Что, что? Оливье забыла. Айо, моё. Уже Гошенков что, кушать нечего, что ли? Ну, потому что Леся будет готовить шубу. Я оливье, мы так договорились. Ай, блин. Ну, слава богу. Блин. Что? Моё, я сам забыла заправить. Лёша, пока твоя мама соберётся, ты уже в четвёртый класс пойдёшь. Пап, я уже в четвёртом классе. Серьёзно? Да. Тогда мы с мамой к тебе на выпускной придём. Ага. И то опоздаем. Так. Всё, готово? Держи. Сейчас, одевай его. Курточку. Идём. Всё. Давай, 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 Викущий, быстрее, быстрее. На пасху реально. Да я спешу, ты что, не видишь? Секундочку. Давай, 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 давай. Быстрее, 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 быстрее. Что? Блин. Что такое? Молнию заела. Моё, моё. На, держи. Сейчас я тебя починю. Ай, ты что, не можешь аккуратнее? Молодец. Вообще сломал. Да, блин, ничего страшного, новую оденешь, ну. Я бы одела новую, если бы у меня была новая, но ты мне не купил новую, поэтому я поеду в этой, которая не застёгивается. Зато она на синтепоне. Всё. Снимешь через голову у Гошенка, не первый раз уже. Всё, взяли, оливье, взяли? Где оливье? Я тебе только что дала оливье. Мам, пап, оливье у меня. Какой ты невнимательный, Саша. Хорошо, всё, оливье есть. Вино взяли? Вино, вино, да, да, вино взяли. Это, ой, может, мандаринки возьмём, а? Вика. Хорошо. Подарок сыну Гошенко. Блин. Где он лежит? Я тебя попросила его купить. Вино подарим, всё. Вино ребёнку? На вырост ему будет, нормально, всё. Всё, пошли. Кто там? Ё-ба-ё. Здорово, соседи, с наступающим. Привет, Егорушка. Слушайте, а соль есть? Нет у нас соли. Как же, как же нету? Я ж всегда у вас брал. Всё, ты у нас всю забрал, нет соли, всё. Да есть соль, я сейчас принесу, подожди. Не надо, Вика. Нет у нас соли. Есть, там, возьми. Ой, ты в тапочках, пройдись. На кухне, да? Да. Ты её быстро, быстро, быстро. Давай. На какой полке? Эээ, полочка, прямо напротив лица. У тебя напротив пупа. А ещё я, зелёный горошек у вас тут надо. Так, Егор, выходи уже. Я возьму зелёный горошек, можно? Да бери уже, а только выходи, давай быстрее. Ммм, грибочки вкусные. Егор, хватит жрать. Всё, 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 только это, соль я так и не нашёл. Я ж тебе сказал, нету у нас соли. Вот соседей бог послал, а. Даже с соли не допросишься. С Новым годом, с Новым годом. С Новым годом. С тебя с Новым годом. И тебя. Сейчас, сейчас. Ну давай быстрее уже. Алло, да, да, такси, да, вызывали. Сейчас мы выходим уже. Что, час ждёте? А сколько у вас простой стоит? Что-то, ты, вся, плакай, вся, плак, прям, ты, вся. Пш, 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 пш. А, слушай, Викусь, а дай мне свой телефон, я другое такси вызову. Лин. Что? Телефон забыла. Ё-моё, Вика. Куда ты его положил? Да откуда я знаю, где твой телефон? Ну я тебя попросила его зарядить. Чё ты стоишь? Набирай меня. Ай, как ты там у меня записано-то, господи. Всё, набирай его. Саша. Тихо, тихо. Чё ты, кошмар. Саша, он в сумке. Что, не мог посмотреть? Я боялся, мало ли, вдруг это не телефон жужжит. Ладно. Всё, готовы? Сейчас вот обуюсь и пойдём. Давай, давай, обувайся, обувайся. Так, всё. Блин. Что такое? Молния застряла. Ай, ё-моё, давай я тебе помогу. Спасибо, ты мне уже с курточкой помог. Вообще сломала. Ничего страшного, так пойдёшь, господи. На, с тылью, шапку одевай и всё, выходим. Мне кажется, у него температура. Да какая температура? Малый полтора часа одетый стоит, упрел уже. Всё, выходим. Всё, наконец. Я так и знал, что вы ещё не ушли. Егор, может, ты здесь будешь Новый год отмечать? Хм, заметят они, я предложил. Егор! Чё тебе надо? Чё мне надо? А, да, это, табуретку не дадите? Нет у нас табуреток. Как, я ж всегда у вас брал. Вот ты у нас все табуретки забрал. Нет табуреток. Саша, ну табуретка же под... Вика, нет табуретки. Нет у нас табуретки. Что непонятного? Табуреток нету. Вообще нету? Не одной. Жаль. Ну тогда я этот стульчик возьму. Игорь, ну как вы? С наступающим. С наступающим. С наступающим. Всё взяли? Всё, да, собрали. Всё, выходим, давайте. Давай, 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 малыш. Шо опять? Что, что? Писать хочет. Давай, расцувайся. Давай, сыночек. Да надо, не раздевайся. Тебе же... Лешенька, ты весь в маму. Ой, Саша, ладно. Алло, да, Жек. Да, Жень, а вот сейчас мы подъехали уже. Вот с такси выходим. Вот, дверь закрыл, да. Ага, все, давайте, давайте, да, ждите. Давай, давай, обувайся, сыночек. Саша! Что? Ты что, здесь в обуви ходил? И что? Я же попросила не ходить в обуви. Я тут все протерла. Хорошо протру, еще разочек, ничего страшного. Да не надо ничего протирать, все, Вика, хорош. Саша, если мы проведем Новый год как свиньи, то весь год будем как в свинарнике. Так, тихо, все, стоп. Обувайся. Сейчас я тебя... Вот, 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 вот. Что так долго? Давай быстрее. Все, убрал, все, выходим. Все, выходим. Блин. Телефон забыла. Ой, е-мое. Ладно, сейчас. Стой. Спасибо. Все? Все. Наконец-то. Можем идти? Че ты стоишь? Слушай, я тоже в туалет сгоняю. Саша, а говорил, что сын весь в мать. Да, Олесенька. Да, Оливье я сделала. Нет, мы еще дома. Кто тебе сказал? Саша? Саша полчаса в туалете сидит. Все, 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 едем, давай. Саша? Иду, 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 иду. Ай, елки. Алло, да, Жек. Да, 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 Женька. Да, вот возле этого подъезда вашего стоим. Скажи, код от домофона. А, ты в курсе, что мы еще не вышли? Ну, это, выходим, Жек, выходим уже. Да, все, ага, хорошо, давай. Все? Да. Да, иду. Кто там? Открывайте, это Дедушка Мороз. Ура, Дед Мороз. Леша. Егор, что ты хочешь? Сань, ну давай меняться. Ты мне соль, а я тебе табуретку. Не надо там ни соль, ни табуретка. Все, до свидания. От соседей. Все? Все, идем, пока он ушел. Чемки, быстрее. Давай, Лешенька, давай, побежали, побежали, побежали. Блин. Это я и за вас забыл воду выключить. А, я тебе говорила, говорила, что мы что-нибудь, да, забудем. Да не, нормально, все, показалось. Все? Теперь все собраны, да? Да. Шапки есть, все пописали, потракали, взяли еду, вино. Все, пошли. Я что хотел бы. Так, Егор, пошел ты в задницу. Ах, вот так, значит, Саша, да? Я, значит, тебе хотел долг отдать. Ну ладно. Подожди, Егор, это... Все, я уже обиделся. Егор! Ура, Новый год! Новый год. Вика, вот ты мне объясни. Как так получается, что третий год подряд мы Новый год встречаем в коридоре? Зато всей семьей. Да. Вместе. Гошенки! Гошенки! Вас пока дождемся, проще к вам прийти, честное слово. А как вы к нам так быстро? А сколько тут от соседнего подъезда идти-то? Заходите, Гошенки! Не разумайтесь! Заходите, заходите, быстрее! Во! Давай, Саша, так, так, так. Вот где гулянка, а я со своей табуреточкой. Давай, заходи! Да, да, да. Так, 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 так. Ну давайте, давайте. Давай быстрее, ну часы бьют, ну! Ну, давай. О, разжития. Ну, за хороших соседей. Это за любовь. За дружбу. За семью. Зашибись в гости сходи. Саша, ты ёлку украсил? Вот, вот, уже украсил. Всё, смотри, красавица какая. Хорошо, что я перестраховалась. Вот бы ручки нашего зятя так повернуть, чтобы они тоже из нужного места росли. Саша, ты где будешь сидеть? Я вот тут буду сидеть. Вот, вот тут. Тогда я это забираю. А, что ты нож забрала? Потому что рядом будет сидеть моя мама. А что это ты сел на своё нелюбимое место спиной к телевизору, а? А что там смотреть по тому телеку? Каждый год одно и то же показывают. Викус, хочешь посмотреть, чего он туда сел? Ну, встань, Затёк, пожалуйста, можешь? Пожалуйста. Для любимой эти вещи сделать. Пожалуйста, вот, встал, всё. Стульчик подыми. Вот, пожалуйста, поднял выше. И поверни к нам. Понятно, Саша. Телевизор ему скучно смотреть. Блин, этот Дед Мороз начал подарки не под ёлку, а под стул сразу запихивать. Я с этим Дедом Морозом 30 лет в браке живу, так за все 30 лет ничего не поменялось. Бутылка там. Так, чур я тут сижу. Петрович, нас спалили. Папа. Да-да, и напротив телевизора. Сашка, пойди, открой. Да сейчас открою, открою. О, здорово, с наступающим. О, привет, Егорчик. Ну чё, как у вас тут? Чё, долг пришёл отдать? Сань, вот можешь ты испортить настроение в праздничный день. Ну чё ты сразу начинаешь? Я за этим, как его, а, презервативы нужны. Ты чё, мне так решил долг отдать? Ты дурак, что ли? Реально нужны, есть? Да нет у меня презервативов, ты чё? Петрович, а у тебя? Нашёл у кого спросить. Есть? Ты чё? А чё, я на рыбалку в них телефон кладу, чтоб не промок. Ух ты, а какой размер? Размер Nokia 3310. О, как раз мой. Ну я верну. Только аж это, новые. Ну да, нераспечатанные. Долг мне верни. Саня, ну чё ты такой корыстный? Ещё друг называется. Так, ну чё, можно и по маленькой. Согласен, давай. Так, по маленькому будешь в туалет ходить. Ну, в туалет так в туалет. Точнее, за тем, что в бочке. Петрович, я сразу за тобой. Так, Саша, стоять. Где Лёша? Какой Лёша? А, господи, Лёша, сынок наш это. Я ему задание дал. Он гирлянду распутывает. Понятно. Лёша! Папа, у меня не получилось. Теперь ко мне Дедушка Мороз не придёт? Ну, получается, что нет. Саша, конечно же придёт, сыночек. Просто это у вас семейное. Гирлянды не распутывать. Класс! Дед Мороз! Иди, иди, открывай, сыночек. О, здорово, сынок! В смысле, Санин сынок. О, классный костюм. Папка делал. Отчёт, сад. Ну ладно, иди погуляй. Я чё пришёл. Эти, наручники. Есть? Дядя Егор, вы будете плохих дяденек показывать? Да не, я скорее по плохим тётям. Так что, есть, нету? Ша, откуда у меня наручники? А у меня есть. Ничего себе. А чё, я летом велосипед прикуёвываю, чтоб не украли. Спасибо, Петрович. Летом верну. Только ж не поцарапай. Не вопрос. Долг мне верни. Саня, откуда в тебе столько меркантильного этого всего? Я в шоке вообще. Сыночек, иди повтори стишочек для Дедушки Мороза. Хорошо, мама. Так, по горочке взял, помидорчики взял, мяско взял. Всё, я в туалет. Смотри, там и отпразднуешь. Петрович, я тоже в туалет хочу. Так, Саша, сядь. Да. Ты Дедушку Мороза заказал? Да заказал. Вот я так и знала, что на тебя нельзя положиться. Что? В смысле заказал? А я думала, ты забудешь, я и сама заказала. Так и я заказала. Ты-то зачем, мама? Так я знала, что ты ему поручишь, а он возьмёт и не выполнит, как всегда. Вы что, обалдели, что ли? Три Деда Мороза по две тысячи каждый. Папа, ты Деда Мороза не заказывал? Нет. Слава Богу. Дверь закрой. У меня есть денег только на одного Деда Мороза. Всё. Ну, значит, звони своему Деду Морозу и отменяй его. Да как им сейчас дозвонишься? У них там занято всё время. Звони. Звони давай. А вот Дедушка дозвонился. Куда? Куда? Дед Мороза вызвал. Ты ж сама говорила. Папа! Класс! Ещё один Дедушка Мороз. А я Дедушка Мороз. У меня краснючий нос. Фу! Так. Кто у папы мальчика? Я. Здравствуйте. Где для меня деньги? Деньги для вас найдутся. Хорошо. М-м-м-м. Подержи-ка. А это, я так понимаю, старшая сестрёнка мальчика. Ну что вы, что вы. Ну, фу, что вы. Дедушка Мороз, давайте я вам стишок-то скажу. Конечно, давай. Давай. Давай попозже, сынок. Подожди в коридоре. Дедушке надо согреться. А судя по запаху, дедушка уже пару раз согревался. А дедушка с крайнего севера ехал на оленях, так сказать, кабриолет. Понятно. Правильно. Можно и согреться. Согласен. Я тебе сейчас согревающего леща как дам. Ну. Не спите. Тогда я в туалет. Стоять. Господи. Сейчас моя очередь. Саня, а ты чё, у меня возраст, печень, почки, чё там ещё, бачок. Ах, эля. Ах, что ж вы изверги наделали, а? Вы чё не предупреждаете, что восьмой этаж и лифт не работает? Класс, ещё один дедушка Мороз. Подожди, пацан, отойди. Да, дедушка отдышится чуть-чуть. Ё-моё, уже двоится. Значит, в бачке первачок. Надо размешать минералочкой. Саша, стой. Дедушка, давайте я вам стишок расскажу. Давай, мальчик. Только, дедушке, для начала надо... Согреться. Какой сообразительный мальчик, а? Согреться надо. Это я научил. О-о-о-о-о! Ну? Сейчас, 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 сейчас. А выпейте. Подождите, выпейте. Ну? Зашибись. Саша, ну и как ты будешь расплачиваться со вторым дедушкой, а? Да с этим проблем не будет. Я смотрю, он за еду работает. Так, давай, закрывай дверь, чтобы третий не припёрся. Ух ты, ещё один дедушка Мороз! Это я, Саня! Смотрите, кого перед подъездом нашёл, стоял и не мог нажать кнопку домофона. Но сейчас ваш грустный праздник превратится в весёлый. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э плетка откуда у меня плетка плетки нет есть кляп да надо же мне как-то вашего папашу по пятницам трезвым держать спасибо я верну долг верни сами ну перестань ё-моё блин уже трое недооценил я минерал очку переходим на воду без газа так я в туалет я реально саша сел и сидим на месте мам а кому мне первому стишок рассказывать ему пока это дед мороз какой-то странный а это летний дед мороз дед жара вы вообще по какому адресу это же улица преречная 27 и так неудобно получилось подождите подождите знаете что а вы не могли бы вот 8 марта точно так же дверью ошибиться я хорошо заплачу окей конечно возьмите визиточку спасибо всего доброго доброго вот на этого деда мороза ничего не жалко даже заначку раскупорить ну что кто у нас тут плохой мальчик вот ребятушки на такого дедушку мороза денежек то не жалко саша что янка ты чё опять дверью ошиблась что ли ух ты ж моя добытчица санек а помнишь я тебе должен был две штуки как говорится в новый год без долгов ну иди похавай чё-нибудь ты ж со смены уставшая ребята знакомьтесь недорого здрасте браво папа этому деду морозу кажется плохо да нет сынок ему сейчас как раз лучше всех а как же мой стишок целых пять дедов морозов но подарочков не видно мне конечно все равно только за страну обидно да да что же это такое слушайте ну что ж мы пятером то не можем для мальчишки какое-то волшебство сотворить что ли я не понимаю можем можем да давайте-ка иди сюда малой значит так я дарю тебе знаешь что дарю тебе волшебную машинку понимаешь которая едет только туда куда ты захочешь потому что только ты сам можешь всегда выбирать себе дорогу это правильно хорошо сказал а я подарю тебе волшебные пазлы раздай их своим друзьям и близким и в любой момент ты их можешь собрать вместе если они даже разлетятся кто куда ну мальчик а я тебе дарю волшебную гривну чтобы в следующем году ты рос вместе с ней вот тебе мальчик волшебная конфетка а в чем волшебство она с ликером значит я тебе дарю мальчик не-не-не янка ему рано ладно я подарю дарю тебе малой 2000 гривен пожалуйста деньги у твоего папки заберешь а я желаю чтобы в новом году каждый из вас любил свою маму даже если это мама жены да и любите своих пап и берите с них пример а папы пусть подают только хороший пример правильно делайте всегда что-то хорошее если даже ничего не получается все равно старайтесь для своих близких и как можно больше времени проводите со своей семьей как это делаем мы в нашей дружной большой семье дизель шоу капец какой идиот в 4 часа утра открыто да добрый день узнали меня кто я кто-то ты ты придурок какой-то нет я дедушка мороз тише идиот 4 часа утра что-то орешь все спят еще извините я немного опоздал немного сегодня 3 января я па-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п Где-то я это уже слышал. Подожди-ка. Ну-ка, иди сюда. Я тебя вспомнил. Ты мне доставку еды делал. Я чуть не сдох от голода. Господи, откуда ты взялся на мою голову, а? А, я вас тоже вспомнил. Это вы сами виноваты. Вы в тот раз на меня пожаловались. Меня из доставки выгнали. Сейчас я работаю в Лапландии. В Лапландии? Это фирман так называется. Лапландия. Наш девиз. Хороший отдых за небольшие деньги. 3 января в 4 утра. В девизе ничего про сроки не сказано. Слушай, ты, идиот. У меня ребёнок всю новогоднюю ночь не мог уснуть. Кое-кого ждал. Ну и как? Дождался? Кое-кого. А ничего, что кое-кто, это ты. Нет, я Дед Мороз. Тупой? Обычный Дед Мороз. Придурок, где ты был всё это время? Я застрял. В пробке? В лифте. Позвать на помощь нельзя было никак? Я звал. Кого? Сначала Снегурочку. Ну люди подумали, что это какой-то прикол. И звали со мной вместе. В 15 минут позвали и ушли. А просто людей позвать нельзя было? Я звал. Ну откуда в новогоднюю ночь люди? Одни пьяные олени. Я им кричу, помогите. А они ура! Какую бы фразу я им не сказал. А они думали, что это тос и пили. А позвонить ты мог? Я звонил. Куда? В нашу фирму. Но там никто трубку не взял. Ну, праздники. В полицию надо звонить. Я позвонил в полицию. Говорю, алло, здравствуйте. Я Дед Мороз из Лапландии. Они что? Они говорят, слышь ты, Дед Мороз, ещё раз сюда позвать. Звонишь, мы тебе-то твой посох в задницу засунем. Кстати, а где посох-то? А, не-не-не, я его в офисе забыл. Всё нормально. А кнопка вызова диспетчера есть в лифте. Слабо её нажать? Я нажимал кнопку. И что? Я сказал, я, Дед Мороз, застрял в лифте. А там ответили, так, тоби и треба клятый москаль. Как ты из лифта-то выбрался хоть? Новогоднее чудо. Да. Пришли бомжи в лифт погреться и выпустили. Представляете? Ты чё, ты трое суток в лифте провёл, что ли? Да, можно в туалет сходить. Нельзя. У меня там гости спят ещё. Вот я так и думал. Хорошо, что в лифте сходил. Ты чё, идиот? Ты у нас в лифте навалил? Нет, вы что, я сумасшедший. У меня был там контейнер один. Всё нормально. Придурок, откуда ты взялся? Из Лапландии. В Лапландии хороший отдых за небольшие деньги. У меня аж желудок начал опять болеть, глядя на тебя. Это потому, что вы нервничаете. Вам нельзя нервничать. Вам радоваться надо. К вам Дед Мороз пришёл. Ко мне идиот пришёл. Ты понимаешь, что ты мне испортил весь Новый год? Я с женой из-за тебя поругался. Ребёнок без подарка спать лёг. Быстро давай подарки и вали отсюда. Нет, нет, я так не могу. Мне хоровод надо поводить. Стишок хотя бы. Значит, лучше меня внимательно. Ты, урод. Либо ты отдаёшь подарки, либо я сейчас найду этот посох, который ты потерял, и засуну его туда, куда менты собирались. Ну что вы мне все одну и ту же фразу говорите? Ладно, ладно. Что у вас там было, скажите? Так, сумка-холодильник давай. Так это был не контейнер. В смысле? Всё нормально с вашим холодильником. Просто мне надо на пять минут в ванной воспользоваться. В смысле? В смысле? Я три дня в лифте был. В смысле? Всё нормально. Господи! Господи, почему именно его ты прислал мне? Нет, меня не господи, меня диспетчер прислал. Из Лапландии. Вот уж повезло-то, а? Ладно, сапоги для тёщи есть? Есть. Где? Да, я всё объясню. Они в мешке или ты в них тоже навалил? Нет, нет, вы что? Я в них пришёл. Ну, просто поднимите, в лифте холодно три дня, а я в одних кроссовках. Значит так, когда тебя закопают, там будет тоже холодно. Но ты этого уже не почувствуешь, понял меня? Да, ну всё нормально, но... Так, был ещё флакон духов для тёщи. Есть, есть, флакон есть. Давай. Вот, всё нормально. Почему он пустой? Ну, я-то три дня в лифте провёл. Ты что, алкаш-то его выжрал? Да нет, я чтоб запах проветрить. Распшить его. Я ещё жене айфон заказывал, где он? На сос... На сос... Неважно, как она у меня его выпросила. На сколько гигабайт? На 512 гигабайт 11 айфон. Вот, я всё объясню. Ну, а просто в магазине 11 уже не было. И вот, айфон третий. На 16 мегабайт. Третий? Это эсочка. Скажите, будете брать? И если да, мне надо будет видео из лифта удалить. Ты ещё на видео всё это записывал? Ну, просто зарплата маленькая. Я блогами ещё подрабатываю. Я так понимаю, планшета для ребёнка нет! Планшет есть. Вернее, был. Но вы его разбили. Как разбил? Он же в коробке. Он не мог разбиться. Да, был в коробке. Но я три дня в лифте. Ну, мне скучно стало. Вы меня поймите. Какого хрена ты вообще пришёл? Скажи мне, я не понимаю. Я? Что, 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 чтобы... Так, деньги быстро. Возвращай мне и всё. И валя отсюда. Деньги, да, да. Давай деньги. Хорошо. Вы, извините, у меня наличных нету. Есть карточка. Пофигу, давай уже карточку. Хорошо. Вот, выбирайте бонусное в магазин. Вот, скидочная на одежду и карта метро. Ты издеваешься? Зря вы отказываетесь. Тут бонусов гривен на 80. Ах, ты негодяй. Что? Серёжа, а это кто? Идиот, аферист, скотина. А, Дед Мороз. Пришёл, наконец-таки. И что хотите? Я бы, знаете, мне бы рассчитаться, и я пойду. У меня ещё три заказа лежит. Значит так. Знаешь что, давай вот рассчитывайся. Пойдём с тобой спать, а утром посмотрим подарки. Что бы я тебя больше в нашей квартире не видел никогда, понял? Вывай отсюда быстро. Ладно, уйду. Ура, Дедушка Мороз! Ты мне планшет принёшь? Да, мальчик, я это принёс. А твой папа... А твой папа заказал в магазине ещё лучше, ещё круче, да. Ура, значит, у меня будет два планшета. Не открывай! А, точно! Нужно же стишок рассказать. Да. Давай, стишок. Дед Мороз пришёл с мешком, но подарком в нём не видно. Мне, конечно, всё равно за страну обидно. Молодец, мальчик. Ну, я пошёл. Слышь, Дед Мороз, ты хоть бы ребёнку конфету дал? Конфеты в контейнере! Не открывай!